Четвертый год жизни в Болгарии Еще не очень понимаешь страну, в которой ты оказался, но чувствуешь, что похоже это то, что ты искал. Но желание убедить людей, не принявших в пенсии, решение о переезде сюда и его все-таки принять, если их было вначале, то потом тихо умерло. Пусть этим занимается профессионал. Вслед за этим и туда же отправилось стремление переселить всех людей, смотрящих этот ролик Убанска. Я вообще больше снимаю Убанска и его окрестностях не из-за уверенности, что это самый красивый и удобный город, если не в мире, то уж точно в Болгарии, а просто потому, что он под рукой. Вот, вот тут рядом. Вышел летом на улицу. Синие горы, корабельный сосновый лес с опеняющим запахом хвои, шумящие горные ручьи и в двух шагах узкие каменные коридоры улиц старого города, из которых легко попадаешь на площадь с ресторанами народной кухни в громком сопровождении народной же музыки. Зимой это то же самое, только горы не синие, а белые, и лес с корабельными соснами не опеняют запахом хвои, он вообще засыпан снегом, и там особо не нагуляешься. Бормотание и шум ручьев заглушаются свистом пролетающих маскировок лыжников, а патриотический разгул народной музыки и соответствующей кухни в ресторанах Нижнего города. Поступает место более современным англизированным заведениям в его средней части. Также постепенно нормализовался и наш быт. Перед проходом в магазин серьезный и вдумчиво изучаем брошюру скид. А если на рынок, то не за вульгарным помидорами или картошкой какие-то зеленые мигранты, а за солью сам отдала, прости господи, или маленькими огурчиками-корнишонами, пригодными для засолки. Еще надо навестить там косту, ведь самые вкусные орехи, конечно, у него. О культурной составляющей нашей жизни я уже молчу. На пенсии она, ну, эта составляющая, стала гораздо богаче, чем в тот период, когда мы эту пенсию зарабатывали. Эта разница настолько велика, что, пожалуй, надо сделать отдельный ролик, чтобы описать это явление нашей жизни достойно. Да, многое в нашей жизни изменилось. Многое, но не все. Осталось желание побывать как можно в большем количестве новых мест и полюбоваться при этом чудесной болгарской природой. В одно из таких мест мы сейчас и направляемся. Пещера Снежанка. Она находится в Адобских горах, примерно в 120 километрах от Банска. Небольшой отрезок пути проезжаем по берегу живописного озера. Трудно удержаться и не бросить взгляд на эту красоту. Да, был бы я активным трудящимся, а не жалким пенсионерам точно приткнул бы здесь где-нибудь домик под сосной. Но нет и сюда нет. И путь нам в пещеру. Сама пещера находится на высоте примерно 900 метров над уровнем моря. От стоянки машин нам приходится пройти что-то около 1 километра, поднявшись примерно на 200 метров. Для изнежных нас это многовато. И несмотря на то, что тропа к пещере прилично оборудована, мы, поднимаясь, изрядно взмокли. Не помогли даже задержки возле всяких памятных мест, вроде вот этого вот, как его назвать, дупла желаний, по аналогии с фонтаном желаний. Впрочем, учитывая, что в самой пещере температура круглогодично держится плюс 8 градусов, и влажность там 90%, Охладились мы довольно быстро. Это же обстоятельство заставляет меня настоятельно посоветовать всем посещающим это место запастись теплой одеждой. Пребывание в пещере от этого станет только приятней. Кстати, о посещении этой пещеры. Тут я вначале декларировал, что мои ролики не являются пропагандой какого-то места жительства Болгарии, Клубанска. Так вот, короткий рассказ об этой пещере сделан с явным желанием склонить всех зрителей, еще не побывавших там, сделать это побыстрее. И если вот прямо сейчас, немедленно, вы не мчитесь туда, значит, я не добился цели. К слову, я не буду описывать саму пещеру. Информация о ней организована выше всяких похвал. Перед входом скачивайте аудиогид, можно и на русском. И хотя у нас в полном стиле передачи «Спокойной ночи, малыши», не торопясь в сопровождении этого гида, осматривайте пещеру со всеми ее достопримечательностями. А их там на протяжении 600-метрового маршрута хватает. Начиная с залом со сталактитами в форме коровьего, извините, вымени, он так, кстати, зал и называется, до зала с более возвышенным названием, он называется «Волшебным». Где вас встретят фигуры Белоснежки, по-болгарски «Снежанка», именем которой и названа пещера. Кстати, до нас эту пещеру не обошли вниманием и визнесущие фракийцы. Короткое время они то ли жили, то ли прятались там. Как всегда, мусора они за собой не убрали, на радость современным археологам, точно определившим место очагов. Все это и еще подробнее, как я уже говорил, вы узнаете у того же аудиогида. Что ж, на сегодня это, пожалуй, все. Да, хочется, чтобы норма нашей жизни на пенсии стала не только умение оптимально обустроить свой быт, но и сохранение прошлых привычек. Они у нас хорошие. Например, жить километрами, а не квадратными метрами, как пелось в одной популярной песне. Ну, на этой высокой ноте я прощаюсь с вами. До встречи на канале. До свидания.